Мы сегодня находимся в водохранилище Сереголос. Это тот прорыв воды, о котором рассказывали по канале Россия 24. Тут происходит плюс, а тут минус. Потому что гром оттуда идет, энергия оттуда идет, потому что эта земля заряжается, а она еще не заряжена. Поэтому отсюда плюс идет туда, плюс идет туда. Поэтому ждем облака. Если здесь падает молния, все она заряжается энергией и распространяется по поверхности земли. Если по столбам идет земля, молния от земли бьет вверх и ломает все столбы. Таким образом, когда-то здесь была линия передачи электрическая, и вся она сломалась. И три столба там лежали, сломанные с помощью молнии. Только в этом году была сильная вода, поэтому течением все унесло туда, в сторону черепчи. Жду уже около двух часов, а она не идет и не идет. Человек говорит, что когда-то менял столбы не здесь, а в другом месте. Там тоже, когда молния бьет, все столбы поразломал. И там же они жили, поэтому они ремонт сделали столбов. А здесь ремонта не было. Как все сломало молния, так и стоит. Уже ничего не сделали. Оттуда я направляюсь туда, там где просека. Покажу столбы, которых разрушила молния. А вот это та самая просека, линия электропередачи. Когда-то здесь проходила она. Но все эти столбы были разрушены из-за того, что молния ударила. И все это сломало. О, как раз это лежат те столбы, которые были разрушены во время молнии. Люди взяли их и на дрова отправили. Столбы, которые были разрушены с помощью высокого напряжения. Разрыв молнии. Вот, нашел один пень. Возможно, это молния. Или вообще полностью. Вот, разорвался. Это первый пень, который я нашел в этой просеке. Ягоды покушал. Грибов много. Дятеля видел. И еще это пчел, аса называется. Дошел до фермы старой, брошенной. И один столб. А вот лежит под станцией. Вот. Поэтому я жду, когда же придут сюда гром и молния. И здесь будет происходить свечение. Но, думаю, сюда она придет глубокой ночью. Потому что уже второй час здесь такое происходит. Вот. Приближается. Приближается. Но больших изменений пока нет. Облака с громами, молнией. Приближается, приближается. Но очень медленно. Я вообще устал. Проголодался. Уже вечер. А она все не идет, не идет. Стоит на одном месте. Поэтому я взял свою муку. Днем я кашу ел. А сейчас вот лепешки. Лепешки готовлю. Кактус имеет иголки. И шиповник шипы. Если отец дает дочке конфетку, он не проткнет иголкой дочь. Это нелогично. Помидор и огурец имеют пух из иголок. Но это не для холода. Потому что они стоят в теплице. Где тепло. И это нелогично. Коровы имеют шерсть. На рога и копыта боятся холода. Поэтому они зимой стоят в хлеву. И это нелогично. Ежик имеет иголки. И все животные имеют шерсть в виде мягких иголок. И все это для чего. Все растения имеют форму стрелы и острой иглы. Гигантские и микроскопические. Во всем этом. Какая логика. Есть еще одна особенность у растений. Растения не все имеют вот такие иголки. Но они имеют также и круглые формы. Например, вот орех. Напротив арбуз, яблоко, лук, помидор, огурец, лимон, банан и все фрукты, ягоды и овощи имеют круглую форму. Или по-другому не имеют острых краев и иголок. Вот она имеет иголки. А вот эта она круглая, без иголок. После земной коры есть камни, которые содержат металл, золото и серебро. После камней гранит. После слоя гранита идет белый, негорющий порошок. После порошка битум или по-другому каменный черный уголь. После битума древесные угли, слой с битумом и они создают один большой электрический конденсатор. А я хожу там, где есть изолятор молнии. И я должен увидеть, как мои волосы вот так поднимаются. И показать вам, что это действительно изолятор молнии. А по возможности показать свечение растений. Только пока они лежат под слоем льда и почвы. К сожалению, никто не изучает вечную мерзлоту между растениями и черным углем. Почему, к сожалению? Потому что сейчас она уже тает. Но есть один плюс. Если все она растает, то появится каменный уголь, который будет изолировать молнию и создавать с помощью этих стрел озоновый слой. От кончика стрелы, иглы, быстро прорываются электроны или позитроны. Когда от краев растительных листьев, иголок и стрел выходят позитроны, они в первую очередь проникают в воду и отделяют от нее называемый озон. Это соединение трех атомов кислорода, который и является небом, озоновым слоем, по которому распространяется свет. Вон оттуда должен прилететь облако с грозой, гром и молния. А я хожу там, где есть изолятор молнии. Когда падает молния, она распространяется по поверхности земли и когда древесные угли над каменным углем замыкаются, водород поднимается и она сохраняет водород в этой шляпе. Например, мухомор или какая-то поганка и все грибы в своей шапке внутрь мембраны начнут задерживать чистый водород. Потому что, когда падает молния над каменным углем, где лежат древесные угли, которые сгорели в результате пожара от дождевой воды, энергия молнии начнет создавать угольную кислоту. В результате выходит чистый водород. Так как шляпа круглая и гладкая, она идеально останавливает позитроны и электроны, создавая при этом огромное количество химических соединений, используя водород как строительный материал. Сейчас попробуем наглядно продемонстрировать, каким образом этот гриб сохраняет в своей шляпе водород. Я вот налил воды, вот, вот эта вода, если бы это было водородом, то она бы ее сохраняла бы в вертикальном положении, вот в таком положении. Таким образом грибы растут быстрее и съедобными. А вот зеленые растения, такие, как вот этот лист, благодаря тому, что энергия молнии является плюсовой, она распространяясь по поверхности земли, выходит от этих иголок и она начинает светиться в темноте. Когда плюс выходит, она от воздуха притягивает минус, энергия минус притягивается и через корни она притягивает плюсовые водороды. Таким образом, вот эти зеленые листья с помощью этих маленьких иголок, которые в нем, вот этих стрел, она притягивает сюда много водорода и когда смотрит солнце, этот водород сохраняется в этих листьях. Таким образом, растения растут быстрее, если на поверхности земли есть каменный уголь, который способен изолировать статическое напряжение молнии. Молния выходит из каждой растительной иглы и этим создает озон. самая удивительная то, что растения имеют гладкую поверхность и они очень-очень длинные. Длинные, а на конце имеют иголки. Вот такие вот эти стрелы. Таким образом, это является адронным коллайдером. по нему течет высокое напряжение плюс выходит, минус входит, потом поднимается водород, как в адронном коллайдере. Получается, это является электронным ускорителем для водорода. Силиндр служит как ускоритель элементарных частиц, как водопровод, но для электрона и позитрона. Силиндр заряжается позитронами, когда входят электроны, позитроны выходят за силиндр и своим магнитным полем ускоряют электроны или наоборот, электроны ускоряют позитрон, чтобы семена растений питались водородом. Таким образом, они впитывают больше водорода, а потом, когда от них энергия уходит, вот этих иголок, энергия уходит, а вот в них остается плюс, земляника становится не минусовой, а плюсовой, поэтому она начинает притягивать бикарбонаты. Таким образом, она растет быстрее, даже быстрее, чем вот эти зеленые листья. Древесный уголь состоит из углерода. Когда к нему попадает вода, а затем электричество, начинается химическая реакция. Один углерод соединяется с тремя молекулами воды, при этом освобождается две молекулы водорода и одна угольная кислота. Это два водорода, один углерод и три кислорода. Из угольной кислоты мы получаем карбонаты. Это уже вторая почва. Если падает энергия, они должны быть большими вот такими, большими ягодками, потому что они как обычный какой-то наполнитель, конденсатор, чисто технические они. Поэтому возможно, если там попадает высокое напряжение, они станут более вкусными, более большими и более многочисленными. вот тут есть маленькие маленькие такие какие-то орешки есть. Возможно, вот эти маленькие орешки должны вырасти вот такими большими, так чтобы даже волк и собака могли съедать их, а не бедную обечку. Собака, волк, лев, тигр и все зубастые животные будут есть из растений, у которых твердая кожура, потому что эти продукты будут содержать белки. Оттуда вон до сюда уже дошел. Кажется, молния каждую минуту бьет, каждую секунду. Гром не не стихает. Идет, идет, бьет, бьет. Но удивило меня то, что она все равно стоит на одном месте. У нас там в деревне она пробегает, как этот, и все. А тут я вижу совсем другую картину. Она стоит и стоит, стоит и стоит. Прохождение очень медленное. я даже успел вскипятить чай. И вот вот это лепешку сделал. Чуть-чуть там горело. Вот. Теперь я буду кушать и ждать, когда этот облако с грозой придет в изолятор молнии. это это все, что вы видите, это стоит над изолятором молнии. А вот этот гром и молния идет именно так, чтобы все это зарядить таким образом, чтобы все здесь наполнилось энергией. Вот и каша сварилась, вода и мука. Опа! Ну, к ужину поспел гром и молнии, облака с грозой. Вот. Покрывает все. Долгожданный мне в этом году уже не суждено вам показать изолятор молнии в действии, потому что гроз скорее всего в ближайшее время не будет. И сегодняшний мой день по поиску этих, этого щита и этих горящих стрел закончилось неудачей, конечно. Буду ждать следующего года. гостей !